здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и мы сегодня продолжаем наш обзор наших находок которые были нами найдены винтажной лавке а как мы были винтажной лавке это был обзор в прошлом видео и как там правильно выразить прошлый раз да и хочу начать наш обзор с этой прекрасной находки это у нас пин мы подумали сначала что это брошь но это оказался пин великолепная вышивка такой маленький коврик вязание а на нем наперсток ножнички кнопочки и ткани это всем любителям кто любит вышивать и здесь такая надпись семья это стеганое одеяло жизни соединились вместе зашиты улыбками и слезами покрашены памятью переплетенные любовью помимо даже вот такой такого пина такое прекрасно послание да вот такая находка да когда мы увидели эту брошь я так понял оригин не очень хотела убрать а я почему-то мне понравилось брошь необычная оригинальный давай возьмем из-за иголочки я верю зачем брать из-за иголочки если брошь очень хорошие таким смыслом я даже не могу понять но смысл интересно мне почему-то показалось что здесь забор такой но не знаю грине показалось треснутое сердце честно говоря да или улетает я честно я тоже не могу разобрать что здесь такого интересного смысл какой но действительно а действительно есть такой оттиск сердце и и вылетаю другое сердце сердечко как улетает может быть да разбитую чашку не склеишь не знаю честно говоря но интересно да очень интересная брошь между прочим металл похож на какой-то на латунь возможно я думаю это брошь довольно винтажная с глубоким смыслом да вспомнил эту вот эту находку в коробочке это брошь и шкатулочка и пусеты и цепочка с кулончиком как правило очень редко такое совпадение когда это находка этой компании ну и вообще вот такого да все сборе называется так она как шкатулочка идет птичка кардинал давайте начнем с нее маленькие птенчики то у нас такие сережки пусеты гвоздики еще их называю сама крышечка это брошь и с креплением с иголочкой птичка кардинал и цепочка внутри посмотрите а вот цепочки нам не попадались честно говоря вот цепочка маленькая птичка кардинал вот он шпрингельный замочек и компания tarina это по моему изделие из олова у него в основном и он довольно таки пользуется популярностью этого компания ну ты чтобы знали все что эта птичка кардинал такая зимняя птичка я не знаю что то показывать всегда фотография на зимой да там в каких-то веточках сидит вечно красная она такая красивая рождественская новогодняя прекрасная птичка у нас даже по моему тарелка где то есть с этим кардиналом очень красивая а здесь вот брошь с этой великолепной птицей следующая наша находка это елочка брошь елочка тоже всегда не вызывает улыбку когда мы находим броши новогодние рождественские еще как говорится до этого праздника далеко обрушки изделия мы находим брошь елочка звездочка реалистично так все выполнено в таком приглушен и золотом тоне оправа обратная сторона иметь маркировку без вернее брошировку без маркировки да это была не одна елочка брошь нашей находкой еще одна брошь елочка здесь уже больше присутствует таких елочных игрушечек так скажем в виде кристаллов полностью да это было несложно так брошь выглядит у нас с обратной стороны это уже смотрю такой золотой тон оправы без маркировки помощничек наш привет ставьте лайки и подписывайся на канал ух ты юморист да ну все большое тебе спасибо помощник вышел как же без него да это брошь тоже у нас вызвало улыбку еще больше когда мы пришли домой я подумал зачем мы взяли то ли муравей то ли человечек то ли я вообще не могу понять то ли это кто-то сам это делал тем не менее когда ее брал мне на чем-то приглянулась сделают же такое что-то юмористическое брошь муравей так назовем его а эту брошь регина брать не хотела брошь булавка такая крупная с кабошоном темно-зеленым прям и регина даже брать не хотела отложила я так последний момент забрал думаю но зачем ты взял как я стал в шутку а буду от сглаза носить булавка вот такая булавка в золотом тоне и так она выглядит с обратной стороны без маркировки так следующая находка это клипсы у нас квадратные в серединочке кабошон темного цвета и по бокам как маленькие кабошон чеки в золотом тоне центральный ты миша пластик пластиковый кабошон мне очень нравится здесь узор и так клипсы выглядят с обратной стороны да и вот этот узор по-моему это 1928 так что вот это у нас клипсы от компании 1928 и очередная находка тоже клипсы эти более таки нарядные смотрю оправа в золотом тоне крупный центральный кабошон и вокруг оправа идут маленькие кабошон чеки с подвесками все это пластиковая и так выглядит изделие наши с обратной стороны это же этот узор от компании 1928 маленькие клипсы квадратной формы регина брать их не хотела взял их я мне не чем-то понравились ну и в крайнем случае можно из них сделать взять их на донор донор на запчасти да я думаю здесь все может легко вынуться кристаллики без крапонов квадратный кабошон чек но пока не так тоже ну а может действительно ночью не очень хорошенькие это может даже современное такое они выглядят с обратной стороны выглядит как новые они даже были в таком пакетике мешочки на сохранность у них очень хорошая пакетик интересно так вот а вдруг пригодятся действительно красивые кристаллы легко съемные думаю следующая наша находка в стиле модерн я бы сказал мне еще это напомнило как такой перекресток дорог не знаю такой на круглой формы и интересно тем что брошировка по металлу имеется и гладкая такая поверхность все в золотом тоне и так у нас брошь выглядит с обратной стороны имеется маркировка по моему это компания роджет но честно говоря мы так ничего и не нашли на опыт этой компании вообще ничего может кто-то знает пишите то есть у нас вообще даже такой компании не было еще ни одной броши 0 изделия и брошь бантик выполнен золотом тоне одна сторона как мы видим гладкий металл а другая такая выполнена ажурно брошь очень легкая хоть кажется такой тяжелый на первый взгляд объемный объемная очень легкая вот и обратная сторона без маркировки и очередная наша находка брошь я так понял как в виде такого куста виде дерева с плодами виде кристаллов покрытием аврора бареалис и регина мне говорит посвяти пожалуйста этим фонариком ультрафиолетовым здесь есть урановые кристаллы до урановое стекло ну и мы видим вот эти зелененькие и я батареечку заменил фонарики там даже их не 1 3 маленьких он стал светить ярче но вообще эти эксперименты лучше делать тем более вечернее время светится ярче и так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки и оправа имеет золотой тон следующая брошь у нас сюжетная в стиле дамаскин у меня такое ощущение что брошь подобно у нас уже есть девушка с зонтиком сидящая в лодочках а может быть сюжет разный до такой свисло мужчина я бы сказал такой гондольер в италии ну это гондольер по всей видимости из азии испания имеется маркировка так очередная наша находка брошь в приглушенном золотом тоне с таким великолепным узором и в центре у нас кабошон поджемчуг конечно и три кристалла вокруг ну этого я можно не говорить один кристаллик здесь отсутствовал действительно мы его установили и так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки хорошем состоянии до да и когда мы были в лавке очень много было клипсов мы постарались выбрать самое красивое и или же с маркировкой эти клипс не напомнили запонки форма и они так выглядит у нас с обратной стороны имеется маркировка компании на пье и они у нас таком приглушен на золотом тоне до по бокам а в центре в так я бы сказал в блестящее золотом тоне это скажу сразу не брошь это у нас дресс-клип когда мы его увидели ахнули очень красивый ну как мы знаем в основном дресс-клип и делались двадцатые тридцатые годы прошлого века так что может сороковые это годы не знаю такой стиль очень похоже мне очень понравились эти розовенькие кабошончики в виде пудингов формы такие красивый цветочек дресс-клип так он выглядит с обратной стороны без маркировки по-моему это латунь да похоже металл похож на латунь очень красиво на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал и это у нас еще не все продолжение следует до новых встреч всего вам доброго до новых встреч